Девушки отдыхают Каждый выбирает то, что ближе ему к сервису Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают У меня там научили Хипплекс На я не буду снимать Если брасать сильно Он летит лучше намного Вдаль проще бросать Тыx Ты увеличился или нет? Я перед игрой soll Хорошо бросает Плечи размять Ну он видишь второй год здесь А я первый? Нет, пацаны, зал — лайк. Подписка, колокольчик. Колокольчик обязательно. И уточка. Кто сильнее всех колол тебя на льду? В этом сезоне? Да. Я тут тоже про это думал, когда спросил про момент памятный. Мне пока не кололи так жёстко, что прям я запомнил. Не было такого, что колонули — и я упал. Я с собой мешаю. Тогда Хэмилтона оставляем вчерашнего, да? Я думаю, наверное, Хэмилтон. Причём он мне просто спину надавал прям три раза, знаешь, подряд. И были моменты, когда там как-то жёстко играли, но не было такого, что прям меня убивали. Я думаю, ёё, понимаете. Да, пускай будет Хэмилтон. Мне понравился. Кто из защитников во всей лиге, с кем-то уже успел поиграть, бесит больше всего? Хэмилтон. Ну, Чино сказал, что, говорит, Макшант крыса вообще. Говорит, я не могу против него играть. Я просто немного не играл, но он борется классно. Вот я с ним боролся, прям один раз мы за шайбу сцепились с ним, я проиграл. Обидно, конечно, потому что я тоже борюсь хорошо, но он там прям у него выигрался вообще за секунду. Всё идеально сделал, я думаю, ну, в порядке. Ну, в плане вот именно борьбы. Как крыса, потому что это уж ладно. Там ПБ защитник какой-то есть, я эту фамилию не запоминал. Ну, раз не запоминал фамилию, значит, не больно было, да? Я, значит, на встречке уходил, ну, там из угла, там такая большая скорость была, он мне так, типа, дал, я завалился. А, ну, вот и было с Торонто предпоследняя игра. Мне в ногу дали, я там так вот упал, кричал, две минуты. Типа это две было, знаешь, причем я упал, когда ты вперед падаешь, когда ты ногу сносит, ты вперед падаешь, никто ничего не дал. Здесь правило не такая ситуация. Типа в России, я думаю, там во многих ситуациях это было бы две минуты прям железно. Здесь прям можно играть, мне это нравится на самом деле. То есть можно прям пожестче, поагрессивнее, понаглее, ну, прям, там, я говорю, С Торонто играем, там, просто чувак от меня убегает, я, блин, последние 40 секунд смены, он убегает, ну, уже не достаю, там, из чужой зоны, получается, я в чужой, он из своей укатывается, если он укатывает, там, 3-2. Угу. Я уже просто, типа, его так вот рукой хватаю за этот, за, за его руку. Как бы, ну, вижу, что там судья, периферический, смотрит так, придержал его немножко, помешал ему, отпустил, все, побежал. Как бы, я знаю, что, как бы, в целом в России это сразу две. И много моментов, когда, там, на мне фалят, ну, я считаю, что фалят. Оказывается, это не фалк. Правила отличаются? Очень сильно. И вот в плане, они... Здесь дают больше играть, мне кажется. Конечно, это, это правильно, я считаю, но это контакт, это, там, борьба, неважно, делай, что хочешь, как бы, там, кросс-чеки в спину, вот, неважно. Потому что, вот, мне сейчас дали два раза, я завтра уйду. Угу. Я, я готов, я, типа, у меня уже вот клюшка, я занял. Я даже знаю, куда бить, я вот сюда буду проверять сейчас свою спину. Самый прикольный разговор во время матча со своим партнером или с партнером, с другим, потому что я видел, по-моему, даже в Торонто. Ты что-то, когда подъезжал на вбрасывание, с кем-то там перекидывался парой фраз? Типа, я подъезжаю, что-нибудь посмотрел на чувака, ну, если он такой, ну, я не знаю, плюс-минус. Он мне знает, потому что я его знаю, типа, что-нибудь ему прям бывает, скажу, типа, там, good game. И, знаешь, так, по фигне, потом, помню, мне сейчас подъезжал, а он это играет. Он играет аджин клюшкой. Угу. Ты знаешь нечто, Мартин нечто с Каролиной. Да, да. Типа, как тебе? Тебе нравится, не нравится? Я говорю, да, типа, мне по кайфу, мне нормально. Я говорю, ну, мне не зашла. Типа, ладно, давай, удачи, погнали, и все. Три вещи, которые ты ненавидишь в АХЛ и ненавидишь в НХЛ? Ну, в АХЛ, наверное, стандартный, автобусы. Все, я думаю, все. Прям бесит, да? Ну, не то, что бесит, причем для нас это привычно. Вот сколько мы с тобой ездили на автобусах в детстве? Помнишь, там, по 10? Все время. По 10, по 15 часов у нас там выезд, ну, знаешь, нет такого, что у нас там 5 команд сразу. У нас там одна команда, но мы едем туда 15 и обратно 15. А здесь в АХЛ, по крайней мере, в нашем вот дивизионе, у нас там выезды были по 5-4 часа. Ну и автобусы покомфортнее. Да, с зарядкой, со всем, как бы, я там сижу вроде один, но комфортно. И я первые два выезда что-то не понимал, как лучше поступить. Потом в конце, вот несколько раз уже месяца, я сообразил, я вот подушку себе купил. Я сдавал подушку в автобусе, и я прилег, и удобно. Что, ты мастер в АХЛ? Шникер. Не играешь? Значит, бой будет равный. Заказали обед, такой покебол с, что там, курица, рис? Курица, рис. Овощи. Огурец, кукуруза, лук. Ну, в общем, профессионально подошли к делу. Да. Давай реально сыграем. Играем за Коламбуса, я за Нью-Джерси. Просимулируем матч сегодняшний. И посмотрим. С неудобной с ходу щелчком. Я понял. Понял, да? Вот так просто. Туда, да. Не, ну, тем не менее, как бы, Нью-Джерси – это 1-0. Это что было? Это… О, да. Просто на. Гавр. Это гавр. Ладно, у тебя сразу легко на поле узнать, конечно. Слушай, а с кем вообще в команде больше всего нравится? Ну, именно в сочетании играть? Да я не знаю. Я со всеми поиграл. Со всеми я не лакал. Нет такого же спину. Мы с Силей очень часто играем вместе, поэтому… Ну, химоза какая-то есть. Да, я, наверное, с Силей. Потому что матч говорит, что у вас вообще с ним химия как-то не наладилась, да? Да потому что нас… Ну, по-моему… Не играли толком нормально, да? Да. Нас там меняют почти сразу. Хоть и играем нормально. На пересменах попадались или прям в звене играли? Мы на сборах играли в звене пару матчей. Ой, 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 ой. На сборах тяжеловато было. Ну, иди сюда. Такой мне проще. Не, я Зиней буду. Зиней дерется. Ну, Гау расшибся, как обычно. Класс. Как бы хорошо, что сегодня ты не играешь. О! О! Егор Шарангович! Туда! Вынимайте просто! 0-5 до конца. Ну, это воздевалка такая сразу, чтобы уже дизмораль внести полную в команду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все мы знаем, когда, например, игрока задрафтовали. Ну, допустим, там, молодого, да, он либо он сам пишет кому-то из таких уже наших соотечественников в клубе, там, привет, там, давай там знакомиться и так далее. Либо, например, как было с Овечкиным, когда Овечкин сам напишет Мирошниченко, там, привет, там, добро пожаловать в Capitals. Но как это происходит изнутри команды? То есть, к примеру, вы после тренировки вышли, и там случился какой-нибудь обмен. К вам ей, там, очередной русский парень. Илайна к тебе подходит такой, слушай, Гауэр, ну, что там зовут этот, там, за чувак вообще? Вот, как у него там игра? Какой он там в жизни, там, и так далее? Ну, если такое есть, то вспомни, что ты рассказывал про Чину, про Марча, например. Про Чинаха, да, я помню, ребята спрашивали, когда он приезжал, говорили, что за парень. Молодой парень играл или я с ним? Я говорю, я его совсем не знаю, но, говорю, можете посмотреть хайлайт его. Как раз там был кубок Гагарена, он, по-моему, в этот год, по-моему, они выиграли. Там Голов назабивал, в большинстве забивал, а я говорю, посмотрите, он, говорю, ну, бросать, он бросает очень хорошо. Продолжает тут на Щире, и Чинаха с вершиной круга Братване. Хороший игрок катается, уже играет КХЛ, поэтому, говорю, мне кажется, он здесь будет к месту про Марча то же самое, но я с ним еще играл, меня про Марча спрашивали еще и наши скауты, и там, тренера, потому что, ну, они знали, что мы вместе были до того, как он еще пришел сюда. Они спрашивали, как ты думаешь, будет ли он здесь играть, он поможет нам, в чем он хорош. Я им все про него тоже, в принципе, рассказывал. И, как я и думал, так и случилось, что я им тогда говорил, что, наверное, на какое-то время его надо будет отправить в ХЛ, чтобы он привык к игре. Он игрок, он будет играть, ему просто после России, после КХЛ надо будет немножко времени перестроиться и в бытовом плане, и в хоккейном плане. Здесь он, очевидно, поможет и будет играть. В принципе, дай Бог, чтобы так и было. Гайз, но прежде чем продолжить просмотр этого видео, я хочу сказать огромнейшее спасибо генеральному спонсору моего канала, компании VinLine. Вместе с VinLine мы делаем эксклюзивный контент из Северной Америки и из России специально для вас. Улучшаем игру. Ребята, как никто другой, понимают всю важность данного дела. Поэтому парням спасибо за поддержку, но если вы еще не скачали приложение VinLine, то ссылочка будет внизу. Скачивай приложение, получай до 10 000 фрибетов и помогай нам с парнями развивать наш хоккей в России. А вот теперь можно продолжить дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На чем основывалась летняя программа? Вот на современной программе, которая сейчас везде, я не знаю, как она везде, потому что в Америке, если честно, тоже обратила внимание, нет такого прям идеально выигранной подготовки, прям логической, то есть нет логики. Иногда она не прослеживается, иногда прослеживается, иногда нет. То есть кто чему научился, тот то и делает, знаешь. И вот мне нравится, что як он сам себе, вот Викимович, он развивается с каждым годом, и он мне каждый раз предлагает что-то новое. Теперь же про логику. Что значит логика в тренировочном процессе лично для тебя и для Якимовича? Для меня, когда это вот, когда я чего-то не понимаю, я спрашиваю, а зачем? И он мне просто говорит, мне говорят там три предложения, и мне просто по этому вопросу, типа я этот вопрос ему не задам больше никогда. Все исчерпан, да? Ну да, потому что он мне ответил идеально. У меня сейчас, допустим, мы с ним договорились, я последние два месяца хочу проводить свою программу взять. Вот он мне сделал программу, там, как заниматься во время игр, да после игр, ну, знаешь, там какие-то на мобильность, на стабильность упражнения, там, на силу и так, на взрыв, чтобы не терять, причем это знаешь, это больше направлено на то, чтобы не терять просто мышечные данные свои, поддерживать свою форму неплохо, может при этом еще и растись получится. Мы с ним договорили, он мне выставил, скинул список, вот так вот, типа, тогда-тогда у тебя будут тренировки. Я говорю, а если я устал, типа, если я подсел? И вот, вот, вот мне это волнует, это вопрос для меня. Что делать, если я устал, делать или не делать, да? Он мне говорит, вот тебе датчик, ну, там, датчик, он мне надо заказать, он у меня есть, я его в клименде оставил, если честно, сам виноват. Он, во основном, с кем он работает индивидуально, у него есть предложение и почта, там, все это связано, там, не буду углубляться. Заказываю датчик, который меряет скорость подъема со штангой, например. Я просто датчик, он магнитит, я его цепляю везде, на гантели, на штангу, везде. И вот, допустим, я встаю, и он видит, и он меряет скорость подъема моего, понял? Ничего себе. С какой скоростью я поднимаюсь? И сейчас вся работа у нас снова на этих датчиках. Я работаю только по этим датчикам, ну, сейчас я не работаю, потому что его нет. Я вот сейчас напередим, я буду его заказывать. Там надо добиться, получается, большего взрыва какого-то? В общем, да, он мне говорит, ты делаешь максимально, а он знает, что я трудолюбиваю, и я буду делать на 100% всегда все упражнения. Он говорит, ну, делай на 100% на это дело, типа, там, знаешь, там все, там расписано, я могу показать, но это долго. Написано упражнение, количество повторов, подходов, и, знаешь, описание, типа, ты должен там выполнить, там, знаешь, промежуток времени, как надо делать, допустим, 1-1-x, 1-1 примерно, да? Да, там, это значит, что x-то, типа, без паузы взрываешься, а 1-1 секунда, знаешь. Там написано, что там резко вниз, резко вверх, там, ну, там прям поконкретнее, конечно, но суть, я думаю, ты понял. То есть, по сути, такой более научный подход, так скажем, да? 100% чисто через науку, да, и он мне говорит, вот ты датчик, ты его вешаешь, и я просто смотрю, а он это все отслеживает. То есть, ему сразу приходят какие-то результаты, когда я позанимался в зале. Он это открывает, там, на телефоне, на ноутбуке, неважно, и видит, допустим, что я делаю, допустим, вчера. Я сделал, там, со скоростью вставал 90-90-90, к примеру, скорость я вообще возьму абстрактную. 90-90-90, через две игры я пересадаю 70-60-50, знаешь, по скорости, а делаю все то же самое. Мне говорят, так, ну, ты здесь подустал, ну, все. У меня немножко программу, ты там делаешь, вот, теперь то, 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 знаешь, для этого становиться надо больше. Так, ну, смотри, вот, например, в NHL очень мало таких, знаешь, классических качалок, как, например, в KHL, потому что в KHL все равно очень много тренажеров, здесь, в основном, рамы стоят со штангами. Например, в Panthers я вот общался с Максом Савановым, он говорит, мы вообще не качаем железо, то есть, нет такой, знаешь... Ну, типа, знаешь, на силу они не работают, там, они не вкачиваются, у них даже рам нету, там, например, в Panthers. У каждого свой подход, каждый по-своему видит. Не, у меня вот тренер, он говорит, вся работа построена на свободном весе, это штанга. То есть, чтобы мне поработать в зале, мне нужна штанга и нужны гантели, это все, в принципе. Все остальное я смогу сделать. Ну, то есть, это, как бы, основная подготовка. Штанга для ног, гантели для рук. Exam room, это что такое? Это на игру приходит, кто докторак, понимает? Да, типа, там, на игру, на каждую игру уходит, там, стоматолог, там, ну, короче, разные врачи. Ребята, чтобы на всякий случай были, там всякие травмы бывают. Да, кто зашивает, кто, там, стоматолог. Да, они на трибуне, как бы, сидят, смотрят, если что, спускаются. Нет, они, вот, все сидят в данном кабинете. Ну, короче, которые специализированы на какой-то одной профессии, знаешь. Стоматолог, который будет зашивать. Ну, травматолог, он приходит, который, допустим, мне, там, помню, руку смотрел. Да, короче, много разных ручей. Человека 4-5. Да. Это он про финны, точнее, финны, блядь, японца, который. Это еще один доктор. Который рисует японский флаг на ножны? Он, я когда приехал, он мне вот так махал рукой и говорил, ты кто такой, давай, до свидания. Серьезно? Это я его по Наро научил. Да, он мне то, что говорит. А он пишет вот этой ручкой всегда. Да, там она, там все. Блядь, ты реально, еб***ь. Зал они сделали, конечно, двухэтажный. Ну, это, конечно, просто рай. Я не знаю, как в прошлом году был. Ужас был в прошлом году. Так, тут что? Stretch and Condition. Нет, это здесь обычно пишут, типа, разминка. Ну, обычно, разминка вот на этом листе. Здесь пишут, там, какое упражнение, сколько раз, сколько подходов. Так. Пишут что-то на английском, что, в принципе, можно, типа, не надо. Не пройти, да? Да. Ну, как бы я все равно, допустим, разминку пишут, я особо не, там, кроме байка, я сразу, типа, что мы делаем, и все. Ты же, посмотри, даже все тренажеры прям, коламбус, коламбус. Тут такие грузы висят какие-то дополнительные. Вау. Зал просто роскошь. На гантелях тоже это прикольный, коламбус. Прям выгравили, ну. Вау. Пушка. Что-то взял, да, поменьше. Ну, как бы это чисто. Перебрал маленько. Тоже гантели из блоков составные. В общем, можете себе подкручивать какой-то вес. Тут они, короче, еще сделали какие-то стойки вот эти прям модные, я не знаю, они выглядят просто страшно как-то. Такие рамы. Что-то они прям, они прям совсем на свет. Я не кажется, что в футболе. Вы не знаете, как принять сегодня каплю с футболом? То есть толкают вперед и все. Да, да. Мы делали такую. Мы это делали? Я делал это один раз, по крайней мере. Вот эти сверху. Для прыжка или что мы делали? Самую резинку? Да, да. Резинку прыгнем? Да. Это просто самые топовые рамы, которые... Да, это вообще-то чай. Посмотри, еще все везде. Коламбус. Прям просто выгравированы. Диски тоже все. Так, тут Коламбус. Ну, у Эллиса, Мерзликин свои блины. А вот все остальные пацаны занимаются этим. Посмотрите, какие рамы. Не, ну рамы, пацаны, просто огонь. Это вообще что-то с чем-то. Зал, конечно, бомба. Да, прикольно. Как бы все есть. У нас обычно зал, там приседания. На выбор сюда приседания, там трамбар. Вот этот мне нравится, тренажер. Это если спина больная, либо что-то без нагрузки на спину. Вот весь вес. Эту фигню так на пояс надеваешь. Ну-ка покажи. И... Да мы шутим, Марчел. Не, ну если хочешь, покажи. Надо или нет? Давай, давай. Завтра ноги встал. Подожди, подожди, подожди. Марчел, расстегни ее. Да я ж так налаживаю. Зачем? Уточка мешает. Уточка мешает. Уточка. Слушай, ну прикольно, да? Типа это без нагрузки на спину. Да расстегни, Марчел, не вылазь так. Почему? Да ничего, просто пойдем. Объясни, почему так нельзя влазить? Ну не знаю. У меня киллер ламал на себя влазить. Все коламбус, коламбус, коламбус. Барьеры. А кстати, а барьеры прыгаете? Нет, у нас есть, когда скоростная тренировка нам ставят. Маленькие барьеры. Вон те желтые. И мы там что-то перепрыгим. Кого? Барьеры? Ну я ни разу не застал пока. Я вначале много прыгал. Парни, это что такое? Вот это я не знаю, что это я в первый раз вижу. У нас Зиев занимается у него. Вот это прикольная тема. Мы ее делаем каждый день. Да. Каждый неигровой день. Это типа замер прыжка вверх. Хорчи, высоту прыгаешь, да, три раза. Чтобы мышцы проверить. Ну то есть кто как вообще физическое состояние оцениваться. Про то, что я тебе сегодня ранее говорил. Помнишь про датчик? Ну плюс-минус то же самое. Проверять кто как готов. То есть я там прыгаю 39 обычно. Если я там прыгнул 36, значит что-то не знаю. Что-то не так. А там еще второй же этаж, да, есть? Нам на втором только кондишник, велики. Ну всякие. Нет, ну зал это мечта вообще. Я бы отсюда, честно, пацаны, наверняка не уходил. Ну там два кабинета. Там в зал ничего не появилось. Тут тренеры, которые по физухе, да? Да, вот тут два помощника и там вот главного. Тут тоже компьютеры, телевизоры. Там у кого-то дэд, рисунок ребенка. Тут тоже кухня, водичка. У тебя я помню самый вкусный биостил, вот персик манго, да? Да. Для меня тоже. Что-то я предлагаю бахнуть по биостилу. Будешь? Давай. Я вот такой прибираю. За счастливое будущее. Тут у нас вот написано, типа, все игры на месяц. Тут написано, типа, day off, upper body, вверх делаем после игры, lower body. Здесь lower body, здесь upper body. И вот так вот. Мы все знаем, когда у нас зал, когда нет. У нас, получается, осталось раз, два, три. Три зала в этом? Нет, у меня каждый день зал. Я же еще не играю. Три. Как вот так получается? Ну вот, например, в KHL в Сочи, ну вот они, да, 23 поражения подряд. Ну там понятно, что команда просто, в принципе, не конкурентоспособная. А у вас? Вы вот в Торонто выиграли, но, например, там едете, допустим, в Монреаль и Монреалью проигрываете. Все настолько ровные, что тут на первый план там выходят какие-то травмы, там еще что-то. Или в чем фишка-то? Да по-любому травму на первый план. Я даже не знаю сейчас. Ты смотришь, в дивизионе сейчас последнее место. Но по игре ты так не скажешь, реально. Ну типа, вы выиграли, например, в Торонто, да? Просто многие матчи мы прям вообще супер играли. Допустим, там с Рейнджерс мы играли. Сколько мы сырали? 5-1, когда Тарас выиграл на Мэдисон. Потом вообще, даже Рейнджерс вообще ничего не сделали. Вообще момента не было нормального. Не знаю, потом как раз какая-то игра. Нью-Джерси перед Финляндией. 1-7. Или сколько? 3-7. От чего просто это зависит? Я не понимаю. Да, я не знаю. Ну вот нет такого... На настрой может быть. То есть настрой какая-то, общая атмосфера. Типа количество травм, да? Какой рост. Ну да. Какая там серия игр идет. Ну у кого-то там наслаивается, например, да? Одна на одну, одна на одну. Это тоже влияет. Да. Да нет, много всяких хороших факторов. На самом деле. Честно признаться, по моему мнению, Лайне прям мерзкий тип. Да не, он чувак нормальный. Ну с виду как-то, не знаю. Он придет все. Мне не нравится, как он надевается вообще никак. Вот эти вот костюмы. Типа так-то хоккеист, реально одаренный, там бросок есть. А не бросок у него вообще сумасшедший. С хода особенно, он просто ее вшивает. Но что-то, не знаешь, он на тренировках там вообще просто. Из десяти, наверное, восемь или девять прям top shell даст. На игре она там раз, знаешь, просто она не попадает как будто даже по ней нормально. А чего зависит? Я не знаю, потому что психология опять меня поймает. Вообще не понимаю, как на крылку можно играть. Сейчас там кто-то онлайн играет. Я сжил с Джонсоном один раз в Нью-Йорке это было. Он просто взял с собой Xbox на выезд. Сидел там по сети, короче, играл. Вообще, мне кажется, эта тема вся, видеоигр с ковида очень сильно развилась. Ну вот Гавр тоже, он когда ковид, он играл в Call of Duty на плойке. Я спрашиваю, он сейчас что играешь? Он говорит, сейчас нет. Сидел, а ты когда на базе жил, неужели вы не играли? Мы вот постоянно играли с пацанами там на еду, там на бабки, на что-нибудь еще. Какого-то было? Не, я не знаю, я не адаптный. Не, ну на бабки не надо играть. Ну там всякую фигню просто страдали. Мы вообще, мы знаем, мы на базе там с Бага Девисевичем в танчики играли. World of Tanks на айпаде. Ну такой, знаешь, фигню, страдали. На плойке мы играли. Шон. Это что такое? Шон курали? Да. Он голову забил. Нет, во что играли на плойке? А, старшилки всякие. Я думал, это игра такая. А, нет, это он, Шон. Нет, я его не знаю. Короче, когда я так приехал, я думал, почему его Шон зовут? У него фамилия написано Сиян. Что за Шон? Короче, у вас свой кайф был, походу. У каждого поколения свои темы. Да. Долго мы будем так бросать? Ну, забили. Наконец-то. Просто закопали, доели. Ну, у нас третий период сильнее, все равно я. Типа серьезно говоришь? Да. Не, на самом деле, помнишь, что Егор сказал за ужином? То, что когда время игровое 10 минут, намного сложнее, чем по 20 минут. Я не понимаю, как это работает, но это реально правда. Ну, потому что время растягивается. Ты столько сидишь, смотришь, что-то успеваешь подумать, переживать. Смены короткие. Когда я играл на предсезонных, я сыграл 6-7 игр на предсезонных. Единственный человек в команде. Я играл каждую игру по 19. Вообще кайф и результат соответствующий. Ну, начинаешь добавлять, понимать, как играть. Да, это намного легче вот эти, бля, я провел 6 игр, там, чем начало сезона. Когда я играл, там, все равно по 9-10 минут. Ну, а для тех, кто не в курсе, помимо эксклюзивного контента, мы делаем и свой собственный мяч. Например, вот это худи. Смысл которой заключается в том, что хоккей один и он для всех. Для разных возрастов, наций, народов, раз полов и так далее. И вот это худи, здесь прекрасная вышивка, которая, кстати, очень качественная. И также хоккей переведен на разные языки, плюс классный принт сзади. Она говорит о том, что философия нашего канала и философия нашего мерча рассказывает о том, как живет хоккей в разных городах, странах, как живут хоккейные люди. Помимо того, что хоккей это просто игра, но на самом деле это нечто большее. Это то, что объединяет фанатов этой прекраснейшей игры на земле. И вот это худи, это как раз олицетворение этой идеи. Хоккей для всех, хоккей для разных языков, хоккей для всех людей. Он един и он один. Сайт ch17.ru Это наш сайт, где вы можете ознакомиться со всем ассортиментом одежды. И если вам что-то понравится, купить, а после напишите нам фидбэк. Потому что это очень важно для улучшения качества нашей одежды, качества контента. Именно поэтому мы часто просим писать вас в комментариях. Поэтому, друзья, ссылка будет, сами знаете где. Переходите, заказывайте, покупайте. И самое главное, наслаждайтесь, носитесь удовольствием. А мы продолжаем просмотр. Субтитры создавал DimaTorzok Очень трудно. И я думаю, да. Условия, питание, может быть... Я... Неприверядливый. Я неприверядливый. Не, как бы, да. Я приверядливый в плане еды, но я могу найти еду, как бы, хоть где-то... Проблема, все небольшая проблема. Тем более, на самом деле, у меня были еще какие-то свои деньги, когда я приехал в ВХЛ, потому что, ну, сам знаешь, там зарплаты небольшие. Так у меня были свои деньги какие-то. Там я привозил тоже, ну, взял с собой специальность. На всякий случай. Как, назовем, черный... Ага. На черный день. Мне было бы комфортнее, как бы, потому что не было такого, что, знаешь, каждую копейку считал. А вот я просто понимаю, что если бы там этих денег не было, то было бы намного сложнее. И, может быть, было бы по-другому, знаешь, ситуация была бы. В общем, ВХЛ главный минус – это автобусы для тебя. Я думаю, автобусы, но зарплаты я уж не буду говорить. Ну, это понятное дело и так, да. Нет, не будем говорить. Есть, что бесить в ВНХЛ? Эмур. Ахахахаха. Сегодня его просто день Хамилтона заедили. Не, я шучу. Нормально. Зайкался на него, честно. Да, если честно, нет. Самолеты, блин, я просто летать не особо люблю. Серьезно? Мылишься? Да не то, что боюсь. Но я высоты не люблю, я вот высоту прямо не переношу. Не, ну я уже привык, потому что здесь самолеты такие классные, что там с бизнес-сидениями, знаешь, бизнес-классы все все где. Знаешь, у нас как бы размером, как обычно, где 3,3. А здесь как бы он сделан такой же здоровый, но там стоят 2,2. Типа 2,2. Вот такие 2,2 здоровых. Кресла, места очень много всегда. Вот поэтому здесь комфортно. Три вещи, которые нравятся в НХЛ и нравились в АХЛ? Да как ты все организовываешь? Мне нравится, что здесь единые правила для всех. Потому что вот есть правила прописанные. Хочешь, не хочешь, кто ты есть, без разницы, да? Ты делаешь правила, да. Ну в плане, я говорю не про лет, а вот именно правила НХЛ, правила лиги, знаешь, есть. И вот их все выполняют. То есть тебе там дают тот же брейк, All-Star break. Тебя никто не может трогать 7 дней. Вот никто, никто тебя не заставит ни тренироваться, ни что-то сделать, и никто не может. Ты как бы либо сам готовишься, либо, понятное дело, тебе план пришлют. Как бы скажут, вот хочешь делать, хочешь не делать. То есть знаешь, там какие-то рекомендации будут, но тебя заставлять здесь никто не будет. Это мне нравится. То есть мне нравится этот профессионализм. Я делаю то, что я хочу и готовлюсь, как я хочу. И то есть я потом требую самого себя, понимаешь? Потому что для меня это вот прям, наверное, самое основное вообще в хоккее и в развитии. Блин, вот как вот просто лучше Лига мира, для меня такие. Ну, медийность, то, что они создают какой-то контент, медийность и вот все, что они организовывают для игроков, это здорово. Ну, кстати, твое интервью, по-моему, вообще первое для наших ребят, оно было как в формате аж конференции. Например, вот мы с Чиной разговаривали, Чина говорит, я не лезу вообще в интервью, потому что я не знаю английского, мне стремно, но ты тоже не знаешь английского, но при этом ты идешь на интервью. У меня была сначала с русскими. Да, да, вот, во-первых, с русскими. Кто это придумал сделать в формате конференции все это дело? Да, Мильштейн. Это Дэнс придумал, да? Он сказал, что лучше так сделать, да. Но это было очень круто. Ну, это умно, это прям, как бы я причем не знал, что так можно. То есть я об этом даже не думал. Он мне сказал, давай, слушай, я тебе много написал, давай мы тебе просто сделаем всех вместе, и ты, как бы, сам зачастую отстреляешься со всеми вместе. И это причем, как бы, я каждому делил по времени, потому что, ну, все равно хочется послушать каждого, какие-то вопросы ответить. И не получилось так, что, знаешь, одно и то же мне спрашивают, я тоже отвечаю, там, пяти разным людям. Каждый спросил свое, и какой-то материал можно из этого слепить. А про английский? Да потому что, как ты говоришь, здесь к этому все проще относятся. И с самого начала нет такого, что знаешь, тебя здесь засмеют, как-то там высмеют, ну, скажут, тут как будто бы вот так вот, знаешь, всю жизнь. Свободы. Да, ну, нет такого, что ты когда-то будешь опрекать, что-то наговорил и ерунду какую-то сказал. Тем более все понимают, что, как бы, я иностранец. Я это понимаю, и у меня, как бы, знаешь, для себя какие-то поблажки есть, что, как бы, но я могу, я не буду идеально разговаривать сейчас на английском, потому что я его просто не знаю до конца. Но я буду стараться разговаривать, чтобы побыстрее его выучить, как-то знаешь, ну, потому что я люблю разговаривать, ты понял? Угу. Мне просто поэтому поговорить с кем-то, ну, давайте поговорим, спрашивайте, я попытаюсь объяснить, говорю, если нет, то жестами. Какие-то нюансы, которые касаются вот прям мелочи, они есть всегда и везде, и это прям идеально сделано. Ну, тут это более, как бы, большое внимание к мелочам, чем, например, у нас. Сто процентов, да, но я даже про это говорить не хочу, потому что это, блин, это, ну, как будто бы само собой. Ты вспоминал, когда переходил из Лока в СКА, ты тогда долго думал, ехать ли в Питер, ехать ли в НХЛ, то есть говорил, что были бессонные ночи, было тяжело. Сейчас ситуация тоже такая подвешенная, так скажем. Со временем стал ли проще к этому относиться или по сей день немного есть такой мандраж еще? Наверное, да, мандраж есть всегда, но это хорошо. Такое, даже это как и перед игрой, когда у тебя есть мандраж, хотя ты делал это сотни раз, но каждый раз ты волнуешься, это хорошо, значит, тебе не безразлично, и ты переживаешь за то, что там будет дальше. То есть здесь также сейчас вроде ты как бы примерно понимаешь, как оно будет, ты уже это делал, но все равно каждый раз это захватывающее, это что-то новое, все равно эти были переезды по России, теперь этот переезд там будет здесь. Просто это, да, захват еще и интересно, но я уверен, что все вместе мы справимся. Начну, наверное, со стоков, что перед этим всем, как мы с тобой встретились, я не хотел давать каких-то оценочных суждений на предмет твоего такого определенного задротства, но когда мы уже про это проговорили определенное количество времени, я хочу сказать, что на самом деле я поддерживаю полностью этот подход, потому что без экспериментов, без постоянного усовершенствования, ну, ты просто никуда не вырастешь, и так можно остаться пивным хоккеистом в КХЛ. Но я знаю, например, про Никиту Кучерова, потому что Куч тоже каждый раз после игр садится, смотрит свои смены. Вот этот человек, он смотрит смены Кейна. Да, он смотрит смены Кейна. Сергач, который играет в тампе, он экспериментирует с загибами, у него там в гараже тысяча клюшек. Макара там. Я видел недавно, он тут выходил у него в гараже. И мне интересно, будет посмотреть затем, станет ли Кирилл Марченко таким, скажем, новым кучеровым или элитным игроком, потому что есть... Да, и мне кажется, что этот подход определенно приведет тебя к этому. Спасибо. Так что я это поддерживаю. Не, ну как все сделано, а? Какие ступеньки. Вот тут велики, эллиптикал, эллиптикал не знаю, правильно? Тоже здесь, знаешь, сделано. Умно, что... Чтобы, типа, кто не любит... Ну, кого там видит, колено болит. Они вот здесь делают. Кто там бегать не может тоже. Типа, альтернатива всегда есть. Да? Есть. Все разное. Тут, типа, стрейч-зона на матах. В общем, даже если травмируем, чтобы все всегда было, да? Да. Занимаешься, тут высят телевизоры. Можно посмотреть НХЛ, а можно посмотреть, как правильно брить нос. Соответственно, вот такие новые аэробайки. Не старого образца, а прям новые. Как вам цены аэробайки? Ненавижу. Слава богу, не работал пока на них. Парни в Торонто рассказывали, что они нормативы сдавали, когда летом. Там и тесты есть на аэробайках. После этих тестов, говорит, здесь ты не готовишься. Там люди просто выползают, как выносить. У нас был тоже... У нас вот на этом байке был тест. На обычном байке. Вот на этом вот. Так же такая же система какая-то, да? Ну там, типа, по росту, по весу подбирают тебе нагрузку. И ты там 40, сколько, 45 секунд? Ну, может, 30 секунд, и ты просто офигаешь в полночь. Неважно. У тебя там три человека, один привязывает ноги к педалям, другой держит в жопу, чтобы у тебя не прыгало. Третий просто орет там, подбадывает тебя. А четвертый держит еще руль, чтобы... Да. Несерьезно? Да, вот так вот. Нас по три человека вызывали, мы так сажались. Все, и все по очереди. У нас там четыре человека классно подбадали. Один там сзади стоит. Let's go! Let's go! Let's go! Смерть? Да нет. Просто ноги устают прям жестко отбиваться. Там уже последняя секунда не все. Стрейдж, валики. Да, потянуться. Резиночки. Резиночки, коврики, тумбы. В общем, такая кардиозона и одновременно заменочная. Да. Ну, вот это главное, главное здесь, самая позитивная вещь, которая есть в этой зоне. Табличка выхода. Ну, конечно, все максимально просто новое, идеальное. Даже запах такой невезный прям. Дорогие друзья, специально для вас из Коламбуса мы привезем действительно эксклюзивные вещи. Такие как три клюшки наших хоккеистов и одна клюшка Джонни Гудро. Это 60-флюксовая интовская клюшка. Реальное эксклюзивище. Ну и, конечно же, не обойдется без элементов одежды для истинных фанатов Коламбуса. Потому что я знаю, что в России сейчас есть недостаток экипировки, недостаток настоящей энхэловской одежды. Сейчас это все тяжело. И поэтому Черкасс Атлант хочет давать своим людям только самое-самое лучшее. Поэтому вот такие клюшки. Клюшка Кирилла Марченко, клюшка Владислава Гаврикова, Егора Чинахова. И вот такая клюшка от Джонни Гудро с росписями. И некоторые элементы одежды инхэловской, которые мы разыграем эксклюзивно в конце всех выпусков. Поэтому смотрите внимательно. Таймкодов никаких мы не будем делать по конкурсу. Каждый найдет конкурс только если посмотрит все выпуски. Он будет зашит где-то, мы не знаем где. Поэтому ребята, смотрите, наслаждайтесь. Ну а розыгрыш будет эксклюзивно, конечно же, в нашем телеграм-канале. Где мы подводим итоги всех конкурсов. Где мы делаем действительно качественный, интересный контент. Поэтому переходите в телеграм-канал. Обязательно подписывайтесь, наслаждайтесь контентом. И получайте самые лучшие призы из лучшей лиги мира. Ссылки все будут в описании. Твоя цитата. Когда молодой, о деньгах не думаешь. Сейчас ты стал старше, жена, дочь. Мне не изменилось. Можешь сказать что-то другое на этот счет? Сейчас более рационально к жизни подходишь. В любом случае. И в приоритете у тебя стоит семья, конечно же. Но тут надо все взвесить и сделать правильный выбор. То есть если у тебя, например, есть возможность подписать длинный какой-то контракт, обеспечить семью, то это как вариант. Опять же, если у тебя есть возможность побороться за кубок, подписать на меньшие деньги. Такой же долгосрочный контракт будет не такая большая разница. Вот она твоя возможность. Бери, не хочу. Но я всегда скажу так, что это дело выбора каждого. И дело выбора приоритетов. Ты выбираешь то, что считаешь для себя комфортным. И что тебе может помочь. Смотря какие твои амбиции. Если ты хочешь постоянно выигрывать кубок. Прекрасный пример. Патрик Марун. Который подписывал контракты на меньше, чем миллион. И выиграл три кубка подряд. С двумя разными командами. Прекрасный пример. Есть другие примеры. Ребята, которые подписывали долгосрочные контракты. С теми командами, которые впоследствии ушли в перестройку. Или недостаточно сейчас хороши. Надежды стать лучше потом. Но тоже почему нет. То есть надо уважать выбор каждого. И каждый выбирает то, что ближе ему к сердцу. Какой выбор у тебя? У меня выбор найти всегда золотую середину. Ты должен сделать выбор так, чтобы и тебе комфортно было семье. И найти ту команду, которая будет постоянно бороться за кубок. И быть в плов. То есть не весело уходить в отпуск в апреле. Какие бы ты деньги не получал. Это 100%. Даже если бы у тебя были бы основные 10-15 миллионов. Сколько бы не было. Это совсем не весело, когда ты не играешь в плов. Когда ты сидишь по телевизору, смотришь летом хоккей. Когда ребята играют, бьются за кубок. Это не весело. Абсолютно. И я бы выбрал другую сторону. Ты выбираешь меньше денег, но у тебя есть шанс играть и биться за кубок. Тем более для твоей жизни, когда ты уже, можно сказать, состоявшийся человек, игрок. Я думаю, амбиции, если ты хороший игрок, амбиции у тебя в приоритете всегда. По нападающим, когда у них контрактный год, все понятно. Забивай голы, отдавай передачи. Ну, соответственно, набирай очки. Как это обстоит у защитников? Что, точнее, должен делать защитник, чтобы получить хороший контракт? Очки тоже важны у защитников сейчас. Это важная составляющая, потому что везде нужны защитники, которые успевают на двух концах площадки и в атаке, и в обороне. И, ну, приоритет, конечно, оборона. Но если ты, опять же, атакующий защитник и набираешь очень много очков, такие игроки тоже нужны. Но, опять же, в каждой команде должен быть баланс. Ты не можешь взять себе шесть атакующих защитников, которые потенциально будут набирать по 70 очков за сезон. Кому-то не хватит игрового времени, банально. Кто-то будет уже недоволен. И нужны ребята в меньшинство. Всегда должен быть баланс. И каждый игрок просто, я думаю, когда он понимает, где его сильные стороны, за счет чего он играет, за счет чего он может быть хорошим, полезен команде, после этого ты уже должен быть идеальным в том, что ты делаешь хорошо всегда. И усовершенствовать свои слабые стороны, где ты можешь стать лучше. Ну, то есть, по факту, на самом деле, очень важен опыт, да, игровой вот этот. Потому что… Ну, наверное, 100%. Ну, доверие тренера, опыт. Даже про Лорионова то, что мы вчера разговаривали. Человек в Кунь-Лунь не проходил, очков не набирал. Куда надо, подставили, пожалуйста. То есть, по факту-то, в принципе, ну, плюс-минус, все все равно хоккеисты в НХЛ, они равные. Ну, за исключением, там, Макдэвида, да, там, остальных, но это тоже какие-то, вообще, там, инопланетные люди. Если просто каждому найти какое-то применение, то, в принципе, любой-то и может заиграть. Ну, не любой, да, но большинство, наверное, скажем так, если есть доверие подобрать под человека. Ну, видишь, вот тоже, вот Клим сейчас перешел в одну, да, в Сент-Луис. Попал в такую атмосферу свою, можно сказать. Тренер нравится, там, ему там нравится. И все, все наложилось, он хорошо играет, видишь? Поэтому, да. Да тот же этот Эван Деркейн, который, его там всю карьеру похоронили, там, насильник. Одно, второе, треть человек просто в Эдман приехал. Как он в плей-эффе отыграл? Что, он там в очковой группе, да, он играл в плей-эффе, если не ошибаюсь? Да. Если не больше. Ой, конечно. Что откатил? Смотри, выпускаю, да? Главное, в игре тебе одна будет. Здесь. Ну, только здесь. Ну, ты и так играл уже на большинстве этак, что ты рассказываешь? Да не, большинстве я играл, но в основном это во втором. Ты забил несколько похожих голов, как на Олимпийских играх чехом в полуфинале. Тогда ты сказал, что ноги сами побежали. Ты понял, что тема работает и надо побыстрее всегда ногами двигать в оборону? И такая твоя фирменная короночка стала? Или откуда пошли эти схожие шайбы? Ногами всегда надо бежать, на самом деле. Здесь и где бы то ни было, всегда это все про это, все быстрее успеть. Но там, да, здесь, например, в этом сезоне также, когда в овертайме забивали, там тоже видишь просто момент, что вот она ситуация, где можно, наверное, подключиться и решить исход. И сразу же просто включаешься, забываешь про усталость. Слушай, все просто. Если ты забиваешь гол, игра закончится, тебе не надо бежать обратно. Забей гол. Или отдай паш, чтобы забили гол, тебе ты никогда не побежишь обратно, и все. И все будут обниматься, все будут довольны. Но будь любезен, если не забил, и ты устал, извини, надо бежать назад. Слушай, ну сморчел, и вообще прикол вышел, что просто чувак без передач играет. И ты в итоге видел какую-нибудь передачу отдал? Он просто вот клюшкой ткнул, и получилась передача. Почему прикол вообще тоже не понимаю? Грязь. У меня так же, что сбафло прибили. Да? Силовые приемы получаешь в КХЛ и в НХЛ. Стекла же разные, тут же они мягкие стекла. Угу. Не так больно, наверное, или нет? Чтоб прям жестко прилетало, я не знаю, я ничего не помню такого. Парень. Не, ну, блядь, что-то там нашивают. А, онлайн. Онлайн интересно спросить, сколько у него игровых часов. Он же в Фортнайт играет. По ночам. Ну, так скандал же был, потому что его спалили, когда он ночью играл в Фортнайт. Панику, кто-то там. Ему был выговор за это. Не, я знаю, что там, типа, у него была какая-то жесткая игрозависимость. Но я не знал, что по ночам это все. Да. Лайни прям реально бесявый просто. Вот просто, ну, не знаю, такой вот какой-то вид у него бесявый просто. Не, на самом деле он такой нормальный. Я с ним рядом сижу там с ним. Погореть иногда, поугарать нужно посеять. Но он такой, знаешь, он тоже больше со своими. Я же не все еще понимаю. Короче, языковой барьер мешает тебе. Не так, как, конечно, в прошлом году, потому что в прошлом прям вообще ужас был. Ты с репетитором? Нет, вообще я никак не учил. Я говорю, я за лето один раз поговорил по-английски в Турции. На баре? И все, я приехал, аж сама все равно. Причем там первые дни вообще, ну, не мог ничего вспомнить. Потом раз там, знаешь, быстро что вспомнил. Ну, все равно приходится разговаривать. Как бы ты хотел. Куда ты отдаешь 59-й? Я думаю, 59-го сажать уже надо, что он тебе. Да пора, он что-то сегодня не готов вообще. Все игру в штаны свои возят. Ну, Влад, и вопрос, скажем, наверное, крайний. Когда мы делали с тобой день в Телеграме, ты сказал о том, что, ну, был вопрос, кому ты звонишь после гола. Ты говоришь, я не скажу, время еще не пришло. Сейчас время тоже не пришло. А у тебя телефон не звонил? Нет, пока ни разу не звонил. Ну, ладно, тогда хорошо. Это какой-то секрет? Ну, когда-то будет момент, когда ты это расскажешь? Или это как какая-то такая прям супер-супер личная история? Это скорее не история, а внутренняя фишка такая. Внутренняя фишка просто. И она есть. Так, примета? Нет, это не примета, именно фишка там связана. Со смыслом, да? Ну, для меня, да, конечно. И поэтому она так и держится. Но это не то, что секрет. Мне просто нравится, что вот есть какая-то такая отличительная штука. Хоть я не забиваю так часто. Хотелось бы, конечно, в один день, может, Венхелл добавит празднование. Это и было бы прикольно. Но это такая, да, внутренняя история. И я рад, что вот есть какое-то такое отличительная черта. Ну, в общем, это такая твоя фирменная штука, о которой ты, может быть, расскажешь только там в конце карьеры. И то не факт, да? Ну, да, конечно. Пускай она будет еще, может быть, после карьеры я тоже буду что-то делать, что-то это можно будет привязать к этому. Будет прикольно. Сорокин рассказывал, что он крестный у Шестеркина. У вас крестный не из хоккея, не Ченах. Нет, у нас, на самом деле, еще мы думаем над тем, чтобы миру покрестить. Так, были разные вопросы, а сейчас думаем над этим. Пока еще поэтому не решили. Слушай, вообще не скучно одному жить? Ну, конечно, когда я жил с чистым, вообще это не сравнится. А так, ты не знаю, я уже привык. Мне наоборот по кайфу. Пошел, потренировался, приехал, пообедал, вечером сходил, может, поел еще куда-то. Ну, приходишь вечером, вот, ну, неужели нет такого состояния, типа, блин, там. Тоска зеленая, там, или... Опять колено вырвали, да. А вот бы сейчас, там, друга или подругу, знаешь, ну, или... Да нет, тут есть люди, которые тебя развлекают. Ну, типа, не все так плохо, короче, находит. Нет, да нет, да все равно. Ну, ты-то после ужина приходишь. Ну, обычно на ужин сидим, там, не знаю, что все, 4. Мы там приходим, 6.30, 9.30, 10. Все, там, что пришел, умеется спать. Ну, раньше, знаешь, в прошлом году я там мог, ну, тоже, вот, offline, там, сидеть, там, ночами играть. В ком-то, ну, знаю, ну, не знаю, прикольно было. Сейчас, типа, нахер надо, да. Сейчас даже, не знаю, первые, там, дни поиграл, там, скачал колодец, там, первые 3-4 дня, там, днем поиграл прям. И все, сейчас уже, не знаю, неохота. Лучше просто сериал, там, сесть, лечь, полежать, чем-то, посмотреть, почитать. Поздравляю. Чем? Поражение? Ну, плотненькая была такая, интересная игра. Есть ли такой счет? Только в нашей школе. Это будет, это будет очень хорошо, если будет такой счет, потому что это будет зрелище большое. Ну что, друзья, вот мы закончили наш матч, 4-6, победа ЧА. Каламус. Не в жерсе? Угу. Посмотрели, как живет Егор Чинахов. Спасибо, бро, за обед, за гостеприимство. Честно признаться, я не ожидал, что у молодого хоккеиста дома будет так чисто и убрано. Если ты, конечно, не готовился специально к моему приезду. Да. Но, на самом деле, это реально круто, что ты следишь за порядком, потому что порядок, как нам всегда в детстве что говорили? Порядок где? В быту? Порядок на льду. Красавчик. Порядок в голове, порядок на льду. Всё. Ну что, дорогие друзья, череда этих выпусков подошла к концу. Материала вышло очень много, а получилось его очень много по одной простой причине, что наши парни, которые играют здесь, это сверхлюди. И сейчас я хочу выразить огромным, просто я не смогу подобрать даже слово, которое может описать размер той благодарности, которую я выражаю Егору Чинахову, семье Гавриковых, семье Марченко, а, соответственно, всей организации, Коламбус, всем фанатам, всему Ice Crew, со всеми людьми, с кем я коммуницировал, кто подходил ко мне, выражал тоже какой-то респект после того, как мы знакомились и не смотрели наш канал. Я знаю, что теперь нас смотрят и североамериканцы, и это совершенно точно. Коламбус, Blue Decades, all team, all staff, all fans, Ice Crew team, thank you so much, thank you for your support, thank you for your help, thank you for all. Guys, you are really cool, you are amazing. I love Коламбус and I love all organization. It's really cool, thank you, appreciate. Я уже задолбался, честно признаться, клянчить лайки, и я четко понимаю, что делая я это здесь, в Северной Америке, это было бы гораздо круче, гораздо больше бы собирало, и людям это было бы более интересно. И честно признаться, финансовой выгоды от этого особо нет, и я надеюсь просто на ваше понимание, на человечность каждого, кто будет смотреть этот выпуск, что вы поймете, что все это, это реально большая работа. Эти 4 дня ты не ешь, не спишь, по сути, ну редко ешь, да, редко спишь, не буду уж сильно утрировать, и это тяжело. Ты встаешь там в 7 утра, в 7 утра ты просто в 11 возвращаешься в 12, до 3 это все делаешь, еще какие-то вещи, перекидываешь материал, что-то еще. В общем, это реально, ребят, как бы там ни было, это большая работа, я не собираюсь у вас что-то клянчить, просто я ввожу вас в курс дела и рассказываю, что некоторые люди думают, что ой, ну что там этот блогер, взял свою камеру, пошел ставки рекламировать, переобманывал полнарода, и все, вот его и вся профессия. Но на самом деле нет, я считаю, что моя команда, я, мы очень сильно выросли за последний год, мы очень много работаем, мы работаем каждый день, на всех платформах, во всех соцсетях. Мы мало спим, мы отдаемся работе, отдаем всех себя, все свои финансы, все свои силы, все свои мозги, все свои умения, то есть каждый, кто работает сейчас у меня в команде, это человек, который горит и любит хоккей. И я часто вам говорю о том, что вот как работает рекламный рынок, да, вот как делается это, как делается то, я не думаю, что на самом деле нет ничего тяжелого в том, чтобы просто понять и нажимать на какие-то кнопки, да, да и пишите просто любые комментарии, можете писать там дрянь всякую, как хотите, у кого на что фантазии хватает, просто пишите, потому что это реально помогает выдвигать видос в топы, продвигать его рекомендациями ютуба, соответственно, продвигать хоккей, продвигать спорт, помогать нам генерировать больше финансовых средств, которые мы можем реинвестировать в наш контент и улучшать себя, собирать команду, делать съемку более профессиональной, монтаж более профессиональным, все быстрее, все лучше, и все это стоит денег, и все командировки, они стоят денег, особенно американские. И мы верим, я надеюсь, что не слепо, что хоккей в России, он может жить, и он должен жить, и мы вместе с вами можем сделать это не как многие у нас, люди, которые только говорят о том, что мы что-то делаем для хоккея, на самом деле мало кто что-то делает для хоккея в России, конкретно для его развития и для популяризации, а я считаю, что моя команда делает это, и делает это весьма успешно, и я горжусь каждым человеком, кто работает у нас, все имена будут указаны в титрах, и я хочу, чтобы вы знали этих людей. Я люблю каждого из своей команды, я люблю свою работу, я люблю хоккей, и я верю, что вместе с вами, вместе с вашей поддержкой каждого видео, ваши комментарии, ваши пальцы вверх, ваши подписки и так далее, они помогут действительно вывести нас на новый уровень, вывести хоккей на новый уровень, и просто делать большое дело вместе, потому что только вместе мы можем прийти к определенному результату, ведь хоккей это командная работа, и никак иначе. Спасибо всем за просмотры этих роликов, спасибо за вашу поддержку, спасибо адекватным зрителям, которые все прекрасно понимают. Если есть какая-то критика конструктивная, пишите ее в комментариях, мы всегда будем стараться улучшать себя, и никак иначе без этого никуда. Я понимаю, что я несовершенен, я не журналист, я не профессионал, я просто лишь обычный хоккеист, который закончил с хоккеем, веря в свою мечту, идя до последнего, сделав проект, и пообещав вам два года назад, что я приеду, и мы сделаем это. Мы проедем клубы НХЛ, мы сделаем контент в Северной Америке, и по сей день я иду к своей цели, потому что я люблю игру всем сердцем, я люблю свое дело, я люблю свою работу. Это любовь, это жажда, это страсть, она сподвигает меня всегда становиться лучше. Я уверен, что на самом деле я стал лучше с моментов, когда я только начинал, и да это все благодаря вам, потому что вы всегда своим хейтом, своими гневными комментариями сподвигаете меня на то, чтобы быть лучше. Поэтому спасибо всем тем, кто пишет грязь, спасибо всем тем, кто пишет не самые лестные вещи в директ, в комментариях ютюба, я все всегда читаю, я все всегда вижу, и благодарен каждому из вас, неважно какие это комментарии, потому что без критики невозможен рост. Все спасибо за просмотр, делаем большое дело вместе, с вами был я, Михаил Чаркасов, это был Коламбус Блю Джекетс, и то, как живут наши в Коламбусе, Кирилл Марченко, Егор Чинахов, Влад Гавриков, и общая система Коламбус Блю Джекетс. Субтитры сделал DimaTorzok